Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы раз и навсегда покончим с проблемой кротов на нашем садовом участке. Уникальное решение, даже для самых ленивых. Да-да, и абсолютно бесплатно. Дослушав этот ролик до конца, вы, надеюсь, примете самое полезное из самых важных решений по вашему огороду. Если посмотреть, что пишут об этом в интернете, то голова идет кругом от предлагаемых методов борьбы с кротом. Гуманные, негуманные, длительные, быстрые способов сотни. Как и о каждой проблеме, будь то здоровье, техника или кухня, каждый предлагает лучший вариант решения. Проблемы всегда остаются. Возможно, я буду тоже выглядеть таким же, но не попробовав довести до вас глаз науки, я не могу. Чем нам вредит крот? Зачем от него избавляться? Загибайте пальцы, сейчас будет по-настоящему страшно. Это настоящие вредители. Они портят наш урожай, убивают наши декоративные растения, цветы, разносят заразу, агрессивные и даже нападают на людей. Интересно, сколько слушателей уже покрутили пальцем у виска? А сколько поверило в то, что я сейчас сказал? Все, что я сейчас перечислил, абсолютная чушь. А из-за того, что производителям всяких средств от кротов выгодно, чтобы мы так считали, на нас льется информация, призывающая бороться с этими кротами. И если вы не английский лорд, не владелец полей для гольфа и не заводчик дорогих лошадей для скачек, то на самом деле кроты это скорее наши друзья. Ну на самом деле, мы вначале покупаем различные шумелки, гремелки, извиняюсь, автономные отпугиватели кротов на солнечных батареях. Яды, которые реально могут отпугнуть кротов в принципе, а потом бежим за чудо-средствами от хрущей и медведок. Хотя именно их даже один крот может полностью убрать у вас с участка. Громкие методы борьбы с кротами описаны в европейской литературе и всего лишь в связи с тремя причинами. Как многие могут понять, основная борьба разгоралась именно в Европе и Северной Америке. В Англии еще в этом веке травили кротов очень сильно действующим и растительным ядом стрихнином. Но сейчас и то перестали. Кроты вредили английским лужайкам, ровным как асфальт. Кони могли поломать ноги, угодив копытом в кротовину. Ну и идеальное поле для гольфа не выигрывало от присутствия этих маленьких милашек из чешского мультика. Ну а теперь признавайтесь, кто любит на своем участке в гольф поиграть? Ну а теперь серьезно. Кроты не едят корни, а скорее помогают им. Рыхлят почву, там становится много воздуха, хороший водный баланс поддерживается, говоря умным языком. Так как просто в зависимости от влажности крот меняет глубину своих ходов. И более того, они могут обеспечить лучше удаление лишней воды при переувлажнении. Когда вас, допустим, по весне подтапливает. Они прокапывают хода от верхней части почвы вниз, через глинистый слой, к нижним песчаным слоям. Ну, бывало мне говорят, вот крот под яблоней поселился, нарыл земли и яблоня погибла. Как это он не вредит? Но на самом деле, такой пример в психологии подпадает под понятие когнитивное искажение. Яблоня-то погибла. От чего? Да просто хруч, допустим, уже давно точил корни. И часто под такими яблонями действительно можно обнаружить несколько десятков личинок. А крот, ну а он пришел в поисках пищи. И мы воспринимаем его рейтвины в качестве причины гибели. Потому что рейтвины всегда видны. И их легко записать в причины гибели яблони. Явных признаков присутствия хруща мы не увидим. Любым практически деревьям наличие крота только на пользу. И если крот поработал под яблоней, там уже ни медведки, ни хруща не будет. Главное, чтобы не было поздно. Чтобы он туда не пришел после того, когда мы посмотрели видео в интернете, которые нам сотни методов дают для того, чтобы прогнать этого крота несчастного с нашего участка. Улучшение доступа кислорода в почву препятствует вредным гнилостным процессам, заменяя их на ровное здоровое разложение органики. Это делают грибы и полезные бактерии. Как ни крути, а вокруг одна польза. Кстати, есть очень интересное решение. На месте бывших кротовин и даже свежих можно выращивать кабачки и тыквы. Вот эта красавица выросла именно на такой кротовине. Кстати, крот там еще до сих пор живет. Ну хорошо, на ровные лужайки куча почвы не смотрится. Вот тут я, конечно же, соглашусь. Но ведь с этим гораздо легче справиться гроблями, чем гоняться за кротом, травить его или пугать. К тому же могут погибнуть и домашние животные, если яд сыпать. Ну кому делать нечего, то всегда рады. Так же они едят червей. Вот многие могут об этом сказать. Ну да, но это природное явление вполне. Закономерное поддержание численности одного вида другим, так это называется в биологии или в эволюции. Причем совсем незначительное. И так для тех, кто любит коротко. Огромное значение кротов в экосистеме сада. Аэрация почвы, улучшение условий для роста растений, контроль вредителей. Это ведь естественный хищник. Причем весьма прожорливый. В день он может съесть личинок примерно по весу, равному его собственному. А это 50-100 грамм. Это полбанки личинок хруща, друзья мои. За один день его жизнедеятельность, кроме того, повышает плодородие почвы. В норах, оставленных кротом, селятся хищные насекомые, которые поддерживают сад здоровым в принципе. И в целом много всяких полезных жителей. В том числе, кстати, и шмели. Хорошие пылители. И визуально испорченная грядка совсем не испорчена по сути. Ну прополз крот под рядами с морковкой. Ну вырастет одна-две немного искривленными. Но зато общий-то урожай будет гораздо больше на здоровой почве. Поэтому хотите верьте, хотите нет. Но лучшее решение проблемы кротов на участке, это просто забыть об этой проблеме. И не тратить деньги на бессмысленные приемы. А если хотите потратить деньги, ну потратьте их лучше в нашем магазине Процветок. Там очень много всего полезного. И напоследок, дорогие друзья. Желаю нам всем, чтобы самыми большими проблемами в нашей жизни были кроты. Если вы меня услышали, жмите палец вверх под этим видео. Так нас станет больше. И подписывайтесь, если еще этого не сделали. До скорой встречи и процветания вам!